Понятно стало, что сейчас Украина занимает достаточно весомое место в мире в части развития технологических стартапов. Что такое комьюнити вообще? Это порядка 300 городов, которые владеют франшизой на проведение вот таких вот ивентов, куда приглашают экспертов из сферы развития стартапов из различных отраслей. Это могут быть и инвесторы, и владельцы собственных стартапов, уже имеющих определенный опыт в развитии. Это владельцы крупных компаний, которые понимают, что такое предпринимательство как таковое, как развивать бизнес в текущих условиях в определенной стране или за рубежом, или как выводить свой стартап на новые рынки. И сейчас у нас уже 11-я встреча в Днепре. Это я говорю для тех, кто в первый раз. И сегодня рада видеть в зале спикера Дениса Турпидко, который был у нас первым. Спасибо тебе, Денис, что ты пришел. Я понимаю, что комьюнити развивается, что оно растет, что интерес остается как бы внутри, и это вот на самом деле очень радует. Цель этого комьюнити не только передавать опыт, то, что рассказывает спикер, записывается и выкладывается в глобальную сеть. Есть специальный YouTube-канал Startup Grind. Можете загуглить, посмотреть, там есть очень много всего интересного, в том числе и русскоязычного контента. То есть как минимум три города в Украине, это Киев, Львов и Днепр формируют такой контент. Ну и еще как бы Startup Grind присутствует по всему миру. Кто, в принципе, понимает английский, тот может смотреть еще и англоязычные ресурсы. С прошлого года Startup Grind внедрил, ввел в практику, скажем так, кроме глобальной конференции в Штатах, еще европейскую конференцию в Лондоне. Она проходит летом, в июне, и в принципе для нас, как для жителей европейского континента, значительно ближе все-таки лететь в Лондон, и туда, естественно, тоже приезжает очень большая тусовка, и это больше, конечно, европейские представители различных фондов, различных компаний. И как бы в этом году планируется достаточно серьезная группа спикеров, поэтому смотрите и следите за новостями, я буду все публиковать. У нас, как у локальных директоров, есть специальные скидки и пригласительные для тех, кого мы хотим, скажем так, поощрить в их работе. То есть, если что, обращайтесь ко мне, я могу вам все рассказать подробно про билеты и тому подобное. Про новости. С начала этого года внедрено еще два формата франшизы. Это Startup Grind X и Startup Grind U. Это значит, что люди в небольших городах, в регионах могут тоже взять себе франшизу и развивать это направление. А также франшиза предоставляется представителям университетов. То есть, если здесь есть студенты активные, проактивные или представители, скажем так, университетского кластера, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я вам расскажу, что может дать вам франшиза Startup Grind для университета. Для комьюнити это, само собой, рост, увеличение, и в этом году Startup Grind стремится достичь отметки 500, и я думаю, что у них все удастся. Я сильно много разговариваю, поэтому я думаю, что нам нужно перейти к официальной части нашего сегодняшнего ивента, и поэтому я прошу вас соблюсти традиции и стоя, стоя, спасибо, и аплодисментами пригласить на эту сцену нашего сегодняшнего специального гостя, CEO конструкторского бюро ArtKB и акселератора Carrot Александра Нестеренко. Прошу! Громко! Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Итак, вы вот ехали так далеко, приехали к нам в такую стужу, в такую вьюгу, но я надеюсь, что общение с представителями нашего локального сообщества все-таки доставит вам то же удовольствие, что и им с вами. Спасибо, не сомневаюсь. Атмосфера в любом случае растопит эту вьюгу. Отлично! И поскольку этот ивент больше про общение, про нетворкинг, я спрошу о коммуникации. На сейчас умение строить новые горизонтальные, может быть, диагональные связи приобретает все больше ценностей, как в предпринимательской среде, так и в корпоративной среде. Как вы считаете, насколько важны связи, и какие именно связи для начинающего предпринимателя нужно сейчас развивать, и где там или каким образом можно развить в себе этот навык? Достаточно сложный для меня вопрос. Почему? Потому что я все-таки не столько предприниматель, сколько инженер. И всегда как раз вопрос коммуникации, нетворкинга для инженеров, он такой достаточно болезненный. И единственное, что можно воспитать, наверное, в человек технического характера, это научиться нормально разговаривать с людьми для начала. А потом оно как-то уже раскрывается, ты понимаешь, что есть интересные люди, есть какие-то другие отрасли вокруг тебя, технологии, комьюнити и так далее, и ты начинаешь втягиваться, общаться и подхватывать все эти методы коммуникации. Но банальная вещь скажу, конечно, коммуникация очень важна. Все-таки, наверное, немножко кривлю душой, и общаться с людьми всегда нормально получалось. Даже несмотря на то, что еще работая там как фрилансер, там сутками сидел в компьютере, начиная с Кульмана и так далее. Все-таки общаться приходилось, и получалось неплохо. Даже один из там, самый первый раз, по-моему, когда я летал в Китай по проекту, там сам нашел подрядчика, полетел туда, что-то принимал. Я тогда по-английски не говорил вообще, по-китайски, естественно, тоже. Менеджер завода тоже там с трудом говорил по-английски. Мы общались через переводчик. И на самом деле как раз навыки коммуникации, это несколько большее, чем знание языка. Это готовность общаться в любых ситуациях с помощью подручных средств и пытаться находить таким образом язык. Ну, сумбурно, но я надеюсь, что ты как-то ответил. Да, вполне. Самое главное, дерзайте, и все у вас получится. Да, не бояться вылезать из скорлупы своей. Ну, я так думаю, что многие люди, которые заняты разработкой, они как раз интровертивного характера, да, поэтому навык все-таки общения и коммуникации стоит в себе немножко... Да, совершенно верно. Я, наверное, в принципе буду сегодня отвечать на вопросы вот с этой позиции, как человеку техническому инженеру пытаться находить в себе что-то, чтобы все-таки выходить за рамки, собственно, какого-то комфорта. Спасибо. Я, наверное, разобью сейчас весь спектр вопросов, но такие вот как под темы, под блоки, да, то есть про коммуникацию мы пообщались, есть вот еще вопрос о развитии, достижениях в бизнесе. Мы познакомились два года назад. Вот, я встретила вас на конференции IoT Conference, где вы рассказывали как раз про Китай, про тонкости и нюансы взаимодействия с представителями, собственно, фабрик заводов, пароходов в Китае. Вот, это меня очень впечатлило, я подошла, познакомилась, и далее как бы наше общение уже перетекло в русло, когда пригласила вас в жюри на Вернадский челлендж и тому подобное. Вот, вы говорили тогда, когда считали лекцию в инжиниринговой школе, у нас уже здесь, в Днепре, во время того, как шел конкурс Вернадский челлендж, о том, что, в принципе, вот эта ниша продуктовая, да, она сейчас на тот момент была не особо развита, да, в Украине, и вообще это достаточно трудоемкий процесс развивать бизнес в новом направлении, да, то есть это и клиенты как таковые, да, они то есть, то нет, там, или еще что-то, но наблюдая за вами в течение этих последующих двух лет, я заметила, что вы совершили какой-то вот такой динамичный прорыв, да, то есть, ну, во-первых, вы стали как бы одним из участников рейтинга лучших предпринимателей в стране, я читала об этом, я даже публиковала сегодня это, во-вторых, ну, вы стали со-разработчиком нового стартапа, да, и возили его в Лас-Вегас, да, то есть, ну, я понимаю, что это какой-то, наверное, или титанический труд, или все-таки что-то изменилось в сфере, да, или, может быть, процессы стали немножко понятнее, вот расскажите, да, вот как вы это все сделали все-таки. Ну, во-первых, мне немножко удивительно, что мы знакомы всего два года, потому что по ощущению, наверное, ну, как все пять, вот, во-вторых, давайте, может, сразу на «ты» перейдем, потому что мне немножко, мне проще, если вы... Пожалуйста, не вопрос. И если по существу, да, история с рейтингом предприниматель достаточно удивительная, потому что, опять же, потому что не считаю себя успешным предпринимателем, и, наверное, это благодаря все-таки какой-то заметности в паблиците, в прессе, благодаря, там, проектам, с которыми я работаю, потому что, ну, не секрет, там, успех моей компании – это успех проектов, над которыми мы работаем, вот. И так получилось, так сложилось, что ряд проектов действительно выстрелил, был какой-то успех, вот, и, наверное, где-то как-то на этой волне как-то подхватило. Вот, поэтому, конечно же, очень, как бы, благодарен за внимание, но это достаточно неожиданная вещь была, в том числе и для меня, хотя, как бы, приятно. Вот. Говорят о том, что-то изменилось ли, ну, я бы не сказал. На самом деле, единственная причина, почему у нас не развита данная отрасль, именно разработка потребительских товаров, продуктов – это, ну, бедность рынка и малое количество предприятий, которые могут выступать в роли заказчика подобной продукции, бедный рынок, ну, и прочее. И это основной тормоз. Вот, как только у нас наладится в экономическом плане, я верю, надеюсь, что все будет окей, в следующем году, позже, через 10 лет, не знаю куда. Вот. Как только встанем на какие-то более-менее приличные экономические рельсы, то будет развиваться буквально все отрасли экономики, в том числе и разработка потребительских товаров. Вот. Поэтому, нет, качественных сдвигов не произошло за эти годы. Более того, ввиду там известных событий, наоборот, какие-то деньги из страны ушли, даже где-то стало сложнее. Тяжелее. Вот. Может быть, опять же, на этом фоне больше внимания, потому что, ну, потому что более слабые команды, наверное, им стало еще сложнее, и они где-то отвалились на пути, да, и больше, на самом деле, не было на кого обращать внимания, не знаю. Поэтому проектов не так много, да, имеют определенные успехи, и, наверное, поэтому к этим проектам есть определенное внимание. Но, к сожалению, не очень все хорошо в плане развития, ну, потому что, как я уже говорил, эта отрасль очень сильно перекликается с общей экономической ситуацией. Понятно. А может, вот, я не знаю, как бы, все знают, какие продукты или проекты разрабатывала конструкторское бюро РТКБ? Вы успели зайти на сайт, посмотреть? Нет? Интересно? Интересно. А расскажи тогда, пожалуйста, вот, с кем вы сотрудничали, да, какие известные украинские стартапы, вот, как бы, вышли из-под крыла, скажем так, РТКБ? Ну, на самом деле, не так много стартапов, с которыми не работали, вот. А я бы что рассказал? Мне, например, вот интересно понимать, кто к нам пришел сегодня, да, и это, вот, ну, во-первых, еще раз пользуясь случаем поблагодарю за то, что вы нашли время в такой пасмурной погоде. Чтобы, вот, мне лучше понимать, что именно рассказано, чем делать акцент, я хочу все-таки понять, вы, ну, кто вы, так вот, в целом, не надо по очереди стоять, да, вот. Опрос произведем. Да, такой опрос, да, вот стартаперы, да, есть стартаперы? Поднимите руку, у кого стартап? Раз, два. Два. Предприниматели, у кого рабочий бизнес, пришли чем-то вдохновиться. Так, ага, туда-сюда. Чудесно. Просто интересующиеся, непонятно, почему зашли. Кофе вкусный, место хорошее. Я так понимаю, есть люди, которые работают в компаниях, но просто, как бы, им интересно, да, там, в этот, эта сфера, да? Ну, в целом, понятно, то есть, люди, предприниматели активные, у которых свой бизнес, и которые хотят вдохновиться каким-то историям. Поэтому, наверное, ну, чтобы ответить на вопрос, конечно, скажу, это из самых известных. Совсем немножко и совсем неинтересно работали с PetCube, и больше всего вопросов по этому проекту задают, вот, просто потому что самый популярный, наверное, известный стартап, вот. Но, действительно, там работы было немного и не очень интересно. Второй по популярности, наверное, проект, это вспышка iBlazer. Сейчас компания называется Conceptor. iBlazer первый, iBlazer второй, первый в Украине. Это, по-моему, в Восточной Европе вообще первый разработанный продукт, и произведенный, который попал в Apple Store, там, европейский, онлайн и оффлайн. Вот, кто, ну, из последнего, к вам, био, проект, вот, это может быть интересно, и могли не слышать еще. Есть очень интересный украинский стартап, занимается разработкой 3D-принтера керамического. Вообще, в принципе, они занимаются 3D-печатью. Открыли первую, по-моему, даже в мире фабрику 3D-печати в Одессе. И сейчас у них новый продукт, керамический 3D-принтер. Вот, им помогали с прототипом, там, произвели красивый прототип для них, собрали, и вот он на АСС, на Вегасе был презентован миру. Вот. Ну, это если вкратце. Но, на самом деле, сейчас процент стартапов в нашем, как бы, портфолио, да, гораздо меньше, чем еще, там, пару лет назад. Вот. И много работаем с бизнесами, с компаниями, с производителями, с корпорациями, у которых уже есть какой-то свой продукт или серьезные ранди-центры. И меньше все-таки сейчас работаем со стартапами. Вот. Был период, когда стартапы занимали процентов 80, да. Был период, когда вообще никогда не работал, не было стартапов, это, там, до 12-го года, я вообще не знал, что это такое, пока Влад Тесленко, да, это основатель концептора, не пришел и не сказал, да, что он стартап, вот, и у него идея, и он меня питчет, вот. Ну, поэтому так. Понятно. Стартапами, но, в принципе, я понимаю, что это как раз те люди, которые только в начале пути, и, возможно, да, там у них действительно как бы бюджеты ограничены. Есть ли те, кому вы беретесь все-таки помогать, да, и каким образом, ну, как бы, выбираете, может быть, интересные для себя какие-то продукты? Ну, прежде всего, стараюсь помогать всем. Во-первых, это сразу тоже говорю, у кого возникают вопросы по запуску какого-либо продукта, здесь речь не идет про IoT, там, дроны, роботы и так далее. Мне, наоборот, гораздо, там, часто интересно заниматься, там, простыми бытовыми вещами, да, там, типа, лужечек, тарелочек, каких-то интересных, там, приборов, которые делают быт проще, легче. И, вообще, мое мнение, что это как раз те направления, которого очень не хватает в Украине, вот, потому что все, ну, есть команды, которые работают, там, в блокчейне, строят искусственный интеллект, там, слава богу, уже IoT, там, освоили, вот. Вот, а, ну, а нормально, там, нормальной посуды, да, или нормальных колясок, там, в Украине, как бы, нету. Вот, и мне всегда, как бы, интересно, чтобы, где эти люди, где предприниматели, которые хотят какие-то достаточно простые бытовые вещи, которых у нас очень не занята ниша, хотят все-таки это создать, это сделать, но, например, бояться, ну, это же не искусственный интеллект, да, то есть, ну, наверное, что-то несерьезное, да нет, как раз, вот, было одно время, когда умных домов было столько, что я прям не мог это слышать, словосочетание. Да, было бы. Да, а где же, вот, как раз примерно в то время, там, пришел проект, пластиковая подставочка для молока, простая подставочка пластиковая, которая не дает пакету молочному разливаться в холодильнике. Оу, я даже знаю автора. Да, это один из моих любимых проектов, потому что такие простые вещи, они позволяют строить бизнес простым людям, да, если можно, да, если позволите, так сказать, простым. В том плане, что хочется, хочется, чтобы было у людей понимание, что есть определенные, как бы, тренды и тенденции, которые навеиваются прессой, да, вот, в том числе и на подобных ивентах, посвященных стартапам, есть какие-то тренды, есть вот какие-то заоблачные дали и высоты, в которые нужно целиться. Я боюсь, что это пугает огромное количество предпринимателей. Вот, и возвращаясь к вопросу, поэтому я всегда очень, как бы, жду, когда ко мне придут в офис, так там словят и начнут задавать вопросы, достаточно простые, достаточно обычные, как сделать дизайн продукта, как, куда пойти, чтобы его произвели, где найти этого человека, кто сделает какую-то механику. Вот у меня такой-то вопрос, как мне это запустить там в продакшн и так далее. Потому что именно как раз, ну, вот то, с чего мы начали. Если мы хотим, чтобы отраселом развивалось, нужно, чтобы экономика работала. Экономика будет работать, когда будет большое количество предпринимателей, у которых будет собственный маленький, небольшой, средний, большой бизнес. Вот, а его не будет, если никто не будет начинать. Вот, поэтому… Поэтому начинайте. Да, поэтому… Можете прямо сейчас придумать что-нибудь. Что-то простое, вот, а потом дойдем, наконец-то, и до сложного. Поэтому с удовольствием слушаю, помогаю, трачу время буквально на, ну, на всех, кто приходит. Вот, сразу можно сказать, на самом деле удивительно, но это не так много людей, да, которые могут поднять задницу и прийти в метель. Вот это видео кто-нибудь еще посмотрит, и вот я надеюсь, что как раз это и спровоцирует поток людей. Вы еще будете говорить потом, зачем ты это сделала. Ну, да нет, потому что, ну, я как бы там три года назад не стеснялся этим говорить, там, приходите и спрашивайте. И большого потока никогда не было. И вот в чем удивительно, вот в чем проблема, как бы, вот нашего региона, да, нашей страны. В том, что есть возможности, есть какие-то двери, да, а не так же много людей готовы этим пользоваться. Вот, была у нас, например, активность такая, открытая консультация. Это вот каждую, раз в месяц, по-моему, или раз в две недели, я уже не помню, каждую среду с девяти утра до шести вечера, я сажусь, вот кто записался ко мне на прием, каждый час команды, да, вот те приходят, и мы сидим, час разговариваем. Вот, кому-то помогал, кому-то нет, честно, недавно там смотрел одни из, вот сейчас популярные стартапы, КСМИ, Ваня Пасечник, вот всплыла фоточка, там года вот как раз три назад, как они с ребятами приходили первый раз вот на эту открытую консультацию, там час поговорили, сейчас уже смотрю, очень приятно, да, уже большая команда, и продукты есть еще вот-вот, и тьфу-тьфу-тьфу, бизнес наконец-то полетит, как надо, вот. И, по-моему, мне кажется, это самое главное для предпринимателей, для стартапов, это понимать, куда идти за компетенцией, за консультациями. И я знаю, достаточно многие люди достаточно свободно делятся информацией, вот, но надо встать и прийти, и задать вопрос, вот, у меня офис открыт, туда приходят дети на экскурсии, туда приходят взрослые люди на экскурсии, приходят просто предприниматели с вопросами, приходят городские сумасшедшие, которые ходят везде, вот, вот, кстати, вам бы их настойчивость. Есть там дедушки, которые 50, 60, 70 или 20, оббивают все пороги, ходят там со своим каким-то двигателем, вот, может быть, конечно, очень инновационным, не знаю, вот, но это отдельная когорта людей. Вот, так вот, кому мы помогаем? По-моему, мы помогаем всем, кто придет, вот, естественно, всем без бюджетов помочь не можем физически, у нас не тот бизнес, который позволяет настолько заработать, чтобы большому количеству проектов помогать. Поэтому поговорить и поделиться опытом – это легко и всегда, и, в принципе, бесплатно. На коммерческих условиях, естественно, мы выполняем там определенный объем работ тем, кому это нужно. Ну, как правило, если это бизнес, рабочие приходят, они понимают, что им это нужно. Вот, часто приходят стартапы с идеей, и расходимся мы на том, что они понимают, что им это не нужно. Вот, ну, и некоторым проектам, некоторым проектам, конечно, стараемся помогать на каких-то там таких условиях нестандартных, иногда за equity, иногда просто за спасибо, иногда за перспективу там в будущем, если вырастет бизнес, если там я, команда, мы поверим в проект, то можем помогать. Но это немного, это 2-3-4 проекта в год, опять же, потому что у нас там отдельных каких-то фондов под это нету, есть просто немного свободного времени, немного ресурсов. Вот, и с, ну, 7-8 проектов за последние несколько лет вот таким образом мы работали, некоторые уже канули в лету, а некоторые вполне, в принципе, на слуху, на виду. Вот, ну, опять же, если это имели в виду, за всё подряд, ну, не берёмся, не берёмся за то, в чём мы совсем ничего не понимаем, вот, и, ну, не берёмся за то, что мы понимаем, что это пустая трата денег, времени, клиента, и никакой пользы это ему не принесёт. И это стараемся на самом начале как бы попытаться сэкономить время, чтобы двинулся человек куда-то в другое направление. Понятно. А вот при самой разработке, вот приходит к вам человек, да, говорит, хочу такую штуку, такую штуку, вот, а как выглядеть, я даже не могу представить, как она будет. Как вы определяете? Я сразу перебью, это самое чудесное, когда человек не знает, как она будет выглядеть, главное, чтобы он знал, как это... Как она будет работать. Да, какую она должна ценность нести. Вот я ещё раз извини, что перебил, да, просто это буквально больной вопрос. Когда есть идея какого-то продукта, вот о чём в первую очередь нужно забыть, это о технологиях. Абсолютно неважно, как это будет сделано. В первую очередь, что вы должны понимать, это ценность этого продукта, что он должен, какую ценность он должен нести, какие вопросы он должен решать, как с ним должен коммуницировать человек. А вот как именно, за счёт каких датчиков или какого материала, или какой конструкции, или ещё чего-то, вот об этом стоит забыть и вспомнить уже только после того, когда все вот эти все функции, весь функционал будет прописан буквально на бумаге в виде презентации и так далее. Это самое главное, потому что когда приходите и говорите, я хочу интегрировать вот такой вот датчик, потому что у него вот такие показатели, вот, и я думаю, что это будет хорошо как раз для моего продукта, ну и так далее. Вот это называется идти совершенно с другой стороны, вот, потому что вполне может быть и может оказаться в будущем, что тот продукт с теми функциями, которые вы хотите, вообще не будет иметь каких-либо датчиков, да, и это будет собака-поводырь, например, да, или ещё что-то. То есть главное что? Главное продукт, главное сервис, главное юзер экспириенс. И вот это то, что нужно предвидеть, не знаете, предположить, сделать гипотезу и никаким образом не циклиться на технологиях. Зачастую в большинстве случаев самые инновационные идеи решаются самыми тривиальными технологиями, которые знают вот, ну такие команды, например, как наши, потому что мы видели многое, знаем, видели на той выставке, в том продукте, там постоянно занимаемся реверс-инжинирингом, разбираем разные гаджеты, девайсы, то есть много каких-то инструментов мы знаем. И часто их слепить вместе, достаточно каких-то абсолютно тривиальных, там известных многие годы технологий, лепится вместе и потом получается как инновация, потому что инновация, она функциональна, она не в железках, она не в материалах и так далее. Понятно. А вот вы привезли с собой, я так понимаю, образцы последнего, да, там или, я не знаю, предпоследнего продукта, в котором вы являетесь еще и со-разработчиками. Мне все-таки интересно, как вы приходите к тому, что оно в результате должно выглядеть вот так, вот как вы понимаете, да, что вот эта версия, это самое то, вот я там смотрю, есть несколько вариантов, на перерыве сможете подойти посмотреть, а вы пока расскажите, что это и как вы все-таки пришли к тому, что вот сейчас оно выглядит вот так. Это как раз вот пример такой разработки, здесь лежат три прототипа, это три итерации, на самом деле итерации было намного больше, черная слева это самый первый макет, это маска, первая в мире голосовая маска, называется Хашми. Слышали кто-нибудь о Хашми? Класс, три человека. А, ну да, и жена моя слышала. Прекрасно. Класс, и не стартаперы, видно. Это первая в мире голосовая маска для смартфонов, она имеет как на шейного типа, в принципе, как Bluetooth гарнитуры, распространенного форм-фактора, который является на шее, можно разговаривать. С единственным отличием, она, конечно, вот почему она такая большая, крупнее, потому что когда необходимо провести приватный разговор, ну если вы где-то в офисе, там в OpenSpace или в окружении недружественных людей, например, не знаю, вам нужно поговорить, она застегивается на арту, вот, и можно поговорить, и вас не будет там, окружающие не поймут, о чем вы говорите. Вот для этого, собственно, это и устройство. И как раз как была поставлена задача, ну сформулирована, в кафе, в ресторане, да, девушка разговаривала по скайпу, используя ноутбук, она очень громко говорила, там обсуждала какие-то деловые вопросы, и кафе небольшое, и в один приятный момент она оглянулась и видела, что все на нее смотрят и слушают, непроизвольно, вот, но смотрят и слушают. Засмущалась, застеснялась и закрыла ноутбук. Вот, и как раз в этот момент, в этом ресторане там находились, вот, партнеры наши по этому проекту, у них возникло желание, нужно создать такой продукт, который будет решать вот эту проблему, а именно, то есть, деловые или частные разговоры на людях, чтобы можно было нормально поговорить в любой ситуации, не опасаясь там чужих ушей, и, ну, просто не стесняясь. Вот, и опять же, без привязки к какой-либо технологии, без привязки к каким-либо там популярным тенденциям. Вот, так мы как раз, вот эти наши партнеры нашли РТКБ, так мы познакомились, вот, мы, конечно, сказали, что мы все сделаем, идея очень мне понравилась, и достаточно быстро мы уже, мы договорились о таком вот партнерстве, объединились, и вот создали такой стартап. И в, на самом деле, форм-факторов было очень много, и концепций дизайна было перебрано множество, вот, и, в частности, черный, вот вариант черная маска, она такая разделяется посредине, это первый прототип, был представлен на выставке в Киеве, не, в Киеве было еще раньше представлено, вот, а этот был на CES 2017, вот, представлен. Потом белый, это уже там тоже через одну или две итерации, белый прототип тоже с разделением по центру, это он представлен был на Kickstarter и на Indigo, собрали на Kickstarter, там, 72 тысячи долларов, и, там, сейчас 35 тысяч с чем-то собрано на Indigo, там, on-demand компания идет до сбора средств, вот. И в этом году в Вегасе мы представили уже, там, более-менее финальную концепцию, это вот беленькая, которая ближе всего ко мне, уже достаточно переработанный дизайн, вот. А, то есть, литераций, конечно, было не три, это такие основные вехи, их было гораздо больше, всего таких вот разных прототипов, ну, наверное, штук 10 есть, ну, я имею в виду, которые отличаются визуально, так-то их еще больше было. Вот, и потихоньку мы от одной конкретной идеи, путем воплощения этой идеи в какой-то прототип, испытания, аж какие-то идеи отсеиваются, какие-то новшества вводятся, следующий прототип, следующий, то есть это итеративная разработка называется. Вообще, в принципе, самый быстрый путь к решению задачи, это итеративный, ну, по моему мнению, это когда строится гипотеза, реализовывается в виде какого-то рабочего продукта, который можно протестировать, MVP, тестируется, вносится изменение, и так до тех пор итерируется, пока не получится результат, который будет отвечать на большинство требований. Вот, и, так вот, эта маска достаточно простая технически, по сути, это некое подобие кляпа, да, оно имеет камеру, когда защелкиваете на губах, можно спокойно разговаривать, внутри этого, этой камеры находится микрофон, Bluetooth гарнитура, в принципе, обычная, коннектиться к смартфону или к планшету, вы можете, то есть, застегнуть и поговорить, и за счет обычных изоляционных материалов, уплотнения, окружающие не понимают, о чем вы говорите, то есть, они слышат, там, в радиусе метра, можно услышать, что человек, в принципе, разговаривает, но это будет, там, невнятное какое-то бубнение, более тихое, там, снижает звук на 10 дБ, вот, кто знает, ну, это существенно, если звук снижается на 10 дБ, это значит, тише в 10 раз, да, грубо говоря, эффективность в 10 раз, вот, повышается, то есть, но, помимо того, что вас не слышат и не понимают, о чем вы говорите, еще, если это open space, то снижается общий уровень шума в помещении, то есть, не надо выбегать, там, в переговорку или в туалет, или в коридор, чтобы поговорить. В общем, это находка для шпиона, да, тихонечко себе поговорил, и никто тебя не слышит. На самом деле, да, очень много кейсов, в первую очередь, мы рассчитывали, как раз, на аудиторию офисных сотрудников, да, которые работают в зоне open space, периодически разговаривают то ли с клиентами, то ли по личным вопросам. И это очень большой уровень раздражения, то есть, тоже есть и опросы, и работы, когда сосед рядом, его дико раздражает, когда вот там через метр, полтора метра от него, его сосед начинает там разговаривать, неважно по работе или нет, вот, это раздражает, люди это чувствуют, начинают куда-то выбегать. Вот, ну, оказывается, на самом деле, когда была запущена компания на Kickstarter, и когда после выставки было очень, ну, опять же, за счет своего необычного вида, привлекло внимание прессы продукт, и было очень много, ну, люди просто писали о своих проблемах, вот, и открылись совершенно новые ниши, например, охотники, да, вот пишет человек, там, я охотник, я хожу на охоту с друзьями, охочусь там на птичек, вот, и, ну, мне неудобно, они там переговариваются по рации или по телефону, естественно, они должны это делать очень тихо, а то все птички улетят, да, вот, и говорит, я вот купил, делал предзаказ на вашу маску, я буду с ней с друзьями ходить на охоту, потому что мы сможем переговариваться в лесу во время вот этой загонной птички. Это очень интересная целевая аудитория. Вот, но есть и более серьезные вещи, когда люди с особыми потребностями, с синдроном Трета, например, да, когда непроизвольные звуки человек издает, а они ходят в общие школы, в общий университет, и точно так же слушают там лекции, вот, и такие продукты могут помочь. Так же люди, которые не могут физически писать, они надиктовывают текст, и до сих пор, например, без такого решения, ну, нет решения, как сидеть на лекции, записывать конспект за лектором, при этом не мешать соседям, то есть если ты можешь только надиктовывать. Это тоже, это не мы придумали, это вот такие, приходят запросы и юзкейсы, вот. Ну, не говоря уже о геймерах, которые там ночью, пока мама, бабушка спят, они руководят своими там кланами, да, армиями, и все это голосом, голосовые чаты и так далее. Завоевывают миры? Да. Очень интересно. Еще по поводу немножко этого продукта, и насколько я понимаю, это один из первых продуктов, в котором вы сотрудничаете с кем-то, разрабатывая его. Да, если ранее это было вот как бы клиент-заказчик, да, то сейчас вы как бы внутри самого продукта? Нет, на самом деле, вот у нас с какого там 2014 года, вот есть программа поддержки стартапов, называлась она Carrot, вот, сейчас уже не Carrot, вот, сейчас как раз идет такой период, ну как, нам еще в самом начале, когда запустил эту программу, называл ее Carrot. Есть у нас Илья Кеннекштейн, он сейчас руководит креативным кварталом. Он тоже был здесь у нас спикером, кстати. Да, тоже был у вас спикером, он сразу там, когда с ним связывал, он сразу говорит, а что, зачем придумали название? Назвали бы ArtKB, то есть ArtKB запустила программу, зачем? Ну, не знаю, просто классно. Нравится. Там морковка, да, почему бы не придумать название? На самом деле, просто были возможности, ну не то, чтобы планы, а была возможность, что может быть это выйдет в какое-то отдельное направление, и надо будет отделять эти истории, то есть сервисная компания и акселерационная программа. Вот. Но сейчас все-таки мы в итоге к этому и пришли, и не нужно иметь отдельное какое-то направление или отдельное лицо, поэтому сейчас просто программа поддержки стартапов. Вот. Через эту программу поддержки стартапов прошел целый ряд стартапов. Мобилиус украино-казахстанский, который сейчас, хардвер так и не взлетел, но софтверная площадка работает. Байк лифт-н-керри, механическое устройство, которое позволяет переносить велосипеды, поднимать там на второй этаж. Для удобства транспортировки, для пожилых людей, для девушек, ну, у кого силы не хватает, чтобы тягать велосипеды, электробайки. Вот. Эти проекты проходили через эту программу сервизационную. Вот. И точно так же мы начали сотрудничать и с Hash.me. Вот. Но так получилось, что мы захотели не просто инвестировать какую-то часть своего времени и ресурсы в этот проект, а поверили в этот проект более, ну, не знаю, больше, чем в другие. Вот. И договорились, что... И сейчас вот мы не просто там сделали работу, там проинвестировали и так далее, а вошли именно вот как сооснователи, вот, организовали единую команду. То есть это уже было после определенного этапа инкубации вот в нашей программе, в рамках которого мы сделали там механический дизайн, первый прототип, показывали там в Киеве. Вот. после этого мы уже изъявили желание и совместно решили и объединились в команду. То есть это тоже один из результатов выхода проекта, да, после нашей программы поддержки стартапов. Вот. Они считают хороший вариант выхода. Да, ну на самом деле в первую очередь тоже, что очень важно, в первую очередь потому что понравилась команда и мы нашли очень хороший общий язык. наши вот как раз партнеры и те, кто придумал эти три человека это топ-менеджмент достаточно известной FMCG-компании Чумак, генеральный директор, IT-директор и финансовый директор, по-моему. Вот. Ну и мы втроем это сооснователи РТКБ. Вот такая команда получилась очень интересная и нам всегда очень хорошо работать с людьми не техническими. Вот. Которые понимают как построить бизнес, как построить процессы, потому что я знаю как продукт разработать и произвести, сертифицировать и отгрузить. То есть я знаю как создать продукт. Вот. И лучшая как раз энергия, лучшая работа получается с командами, которые знают как построить бизнес и как его продать. На самом деле это самая большая проблема в хардверных стартапах и в хардверных проектах в принципе это как продать вот этот хардвер. Ну хардвер, да, я его называю, там это не только продукты с электроникой, вообще все физические продукты. Вот. Но что его продавать надо уметь. Ну конечно, то есть чем выше у человека экспертиза в этом блоке, тем более он как бы способен действительно закрыть вот эту вот проблему. да, и в принципе что я хочу сказать человек предприниматель без технического бэкграунда вполне в состоянии вполне может запустить технологический проект, да, ну или просто хардверный проект, просто физический продукт. Потому что разработку можно и нужно аутсорсить. Вот. И это по опыту могу сказать сложнее всего тем стартапам, которые слишком рано начинают уходить от аутсорса и строят свои технические команды. Вот. Потому что в таком случае там штат растет гораздо быстрее, чем продажи и очень сложно это поддерживать на определенном этапе. Там быстрее настает эта долина смерти, вот, а команда уже большая. Так, технические вопросы достаточно легко аутсорсить и как можно дольше это нужно делать. А вот как раз бизнес девелопмент, маркетинг, бизнес девелопмент, он должен быть внутри команды. Это невозможно про аутсорсить. Вот. И это, наверное, самое главное. И опять же, я говорю, я высказываю свое мнение и я знаю, многие там с этим не согласятся, но я говорю о том, что я вижу. Если проект основан технарями, им обязательно нужен в команду без дев. И причем как можно раньше и сразу. И с максимально широкими полномочиями. потому что я, честно говоря, не знаю, как... Очень сложно вытягивать такие проекты. В то же время... Ну, зачастую такие проекты просто идут на какую-то еще акселерацию, да, то есть они дополняют как бы менторством, консалтингом, да, там, или чем-то еще ту экспертизу, которой у них не хватает, и они же им рекомендуют, да, возьми в команду вот этого человека, иначе вы там сдуетесь через какое-то определенное время. Ну, на самом деле, самая лучшая акселерация для технических команд, это быстро найти человека, который будет заниматься без дев. Вот, и можно не тратить три месяца на акселерацию, можно потратить три месяца лучше на поиск человека, или нескольких человек, продажник и маркетолог, потому что работа еще на заводе, до того, как открыть бизнес, работал на заводе, крупнейший завод вентиляционный в Европе восточной, вот, он в Украине находится? Да, завод вентиляционный, вот, у нас еще есть повод для гордости, крупнейший, завод вентиляционной системы, и я там, ну, вот, как раз одно из, там, таких качественных присущих, это вот коммуникация между, между отделами, между направлениями, да, это постоянно в любом производстве, в принципе, когда производство, вот, вот эти маркетологи на хлебнике, вот эти продажники ходят, важничают, они же без нас никто, вот, и вот это вот все, и вот продажники, которые считают, что производство, это так. Так вот, я всегда говорю и инженерам своим, и производствам, что на самом деле это так, продажникам не нужен никто, не нужны ни инженеры, ни производства, не нужно ничего, и тут не нужно себе лишние лавры приписывать. Без продаж все, весь технический гений или все производственная мощность, какая бы она ни была, это просто ничто, при том, что имея хорошие навыки по построению бизнеса, вы можете его построить, не имея никакой технической базы. поэтому, как инженер, говорю инженерам, что в первую очередь это продажа, продажа в первую очередь. Вот, еще раз, чтобы финализировать, да, если предприниматель, имея технического бэкграунда, вообще без проблем, можно строить и нужно строить продукт, запускать бизнес, это не может быть ограничением. Если техническая команда, очень нужны, очень нужны продажники, очень нужны бездевы в команду. Круто. Ну, в принципе, вот даже зацепились, да, про работу в команде и тому подобное. Я так понимаю, что сейчас какой-то спад пошел, на формирование стартап-команд, или мне так кажется, потому что есть одни мнения, что рынок как-то так, он сейчас вот на понижение пошел, а кто-то говорит наоборот, что нет, сейчас вот второй виток, все больше интереса подогревается как бы СМИ и всякими как бы пиар-компаниями, что вот одни там на кикстартер вышли, там получили финансирование, другие, кто-то там из фондов кого-то купили, кого-то продали, и вот все как-то стремятся все-таки, да, там, а попробовать, а начать, уходят из аутсорсинговых компаний, HR-аутсорсинговых компаний кричат, что вы делаете, зачем вы уводите у нас людей, они потом разочаровываются в своих бизнесах и опять возвращаются, ну в общем, какие, по вашему мнению, самые значимые события вот за последнее время для стартап-отрасли произошли в Украине, может быть, что-то открылось, что-то продали, что-то, ну вот, что происходит вообще сейчас? я не являюсь большим экспертом как раз стартап-индустрии, потому что это, ну, небольшая часть моей работы, хотя важная и, безусловно, интересная, ну и, наверное, самая яркая, да, видимо, но мое мнение, самое лучшее, что случилось в стартап-индустрии, это кризис 2009-2010 года, когда, ну, там, с 2008-го до 2012-го, да, у нас был кризис экономический, слава богу, связанный с экономическими проблемами, когда компании там закрывали свои какие-то R&D-бюджеты, были какие-то там схлопывания каких-то бизнесов и так далее, чем это хорошо? В такие периоды, в такие этапы активизируется как раз предпринимательская активность, то есть уходят, освобождаются там топ-менеджеры, толковые ребята с какими-то идеями и с сбережениями, там, где-то поотдыхали полгода-год там на Канарах, да, и как бы вернулись, так, ну, давай теперь запускать свой бизнес. И вот это все предопределило определенный там 12-й, 13-й, там, даже 14-й годы определенный рост стартап-индустрии, вот, ну, что высвободилось на рынке, достаточно большое количество как раз профессионалов, профессионалов с какими-то ресурсами, вот, и за счет этого был большой рост. А потом 14-й год это был еще по инерции, там все было, в принципе, более-менее нормально, но все стало плохо в другой плоскости совершенно. Поэтому дальше был спад, и только в этом году мы вышли на уровень, там, условно, 13-го, 14-го года. То есть сейчас рост есть, но это рост после падения скорее. Конечно, этот рост какой-то, ну, все не так однозначно, когда, да, там, как график, провалились, да, пошли вверх, то есть какие-то другие качества приобретают этот рост. Я так понимаю, новые сферы какие-то осваиваются? Ну, да, вот, все-таки, хоть был определенный провал, но за эти годы, там, и те же стартаперы, и предприниматели, инвесторы, было время там получиться, приобрести новый опыт, поэтому качество этого роста, конечно, иное. Вот, но все-таки я бы здесь не рисовал радужную картинку, это скорее определенный подъем после падения, вот, и, ну, и не так все, не так все радужно, как хотелось бы. Вот, хотелось бы, чтобы последних трех лет не было в этом виде, вот, потому что... Отмените последние три года, пожалуйста. Я думаю, что сейчас бы, если бы не вот эти все события, я думаю, что сейчас бы было бы гораздо у нас все проще. Ну, да. А с другой стороны, мы сильны тем, что, что имеем, да, что у нас есть и, возможно, тогда были бы совершенно другие проблемы. Ну, это уже, как бы, такое... Предположение. Да, философию подался. Вот, поэтому прямо отвечаю вопрос, я не знаю, я не вижу особо ничего замечательного, то есть, хорошо, что идет определенный возврат, какой-то отскок и чудесный, наверное, более-менее положительные тенденции и серьезные, там, более бурное развитие стоит ожидать, там, в ближайшие годы. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь и рассчитываю. Ну, я так понимаю, что сейчас, помимо того, что люди из сферы, люди интересующиеся обращают сейчас на это внимание, но, наконец-то, и наше государство как-то подвинулось в этом направлении, несмотря на то, что какой-то период времени был, когда Украина была в Европе практически единственной страной, которая не получала никакого финансирования со стороны государства и никак не поддерживала вот это вот развитие новых технологий стартап-индустрии, то сейчас в ФБ даже можно наблюдать массу каких-то обсуждений насчет вот этого нового не проекта, я не знаю, идеи финансировать со стороны государства 150 каких-то отобранных стартап-проектов, на которые выделяется там полтора миллиона долларов. и я знаю, что ты даже участвовал как-то вот в обсуждении этого, расскажи, пожалуйста, как ты к этому относишься, как ты видишь, вообще существует в этом перспектива для наших украинских стартапов, или это так? Ну, на самом деле один из основных положительных факторов для развития нашей стартап-экосистемы это тот факт, что туда до сих пор никак не лезло государство. Это сделано сильнее, и крепкие команды, крепкие ребята, и поэтому как раз предпринимательская активность она скорее выше. И многие действительно поэтому смотрят, ну, это нормальная ситуация в жестких условиях, очень многие, конечно, умирают, но сильнейшие остаются, и они там на порядок сильнее, чем в среднем по палате, по отрасли. Вот. Поэтому как бы не было там государства и хорошо, и сейчас качественных подвижек, чтобы вот наконец-то придите, пожалуйста, помогите, тоже нету никаких, и в ближайшие нескольких лет не будет. Но, тем не менее, инициативы есть, и это как бы чудесно. Да, было там по инициативе вот Дивку, это государственная по-моему программа, которая вот обладает определенными ресурсами, вот и хочет их вложить в стартапы, собирала каких-то деятелей отрасли, экспертов, собирала круглый стол, где мы все обсуждали эти вопросы, они озвучили идею инвестировать в стартапы на стадии идеи, 10 тысяч долларов, при условии открытия товки, и вхождение, при условии вхождения в эту товку государства, там, на долю 5-10%, это одно направление, второе направление, это при, когда проект находит инвестора, вот, этот же фонд готов довкладывать, там, по-моему, тоже порядка 10% от суммы инвестиций от внешнего инвестора, и таким образом как-то гарантировать на уровне государства вот работу этого проекта, вот, ну, такие идеи, конечно, никто на рынке не воспринимает их всерьез, есть, есть отдельные мнения, и я к ним, я их разделяю в том, что, ну, хорошо, что в эту сторону есть движение, хорошо, что сначала заявляют об этом, собирают круглые столы, а потом что-то формируют условия, потому что могло бы быть наоборот, что мне нравится, сейчас у нас по крайней мере путем, ну, действительно идет общественное обсуждение определенное, да, вот этих всех условий, есть какие-то советы, и я думаю, что уже, когда еще не сформирована концепция, но уже озвучили пожелания, сейчас есть у организатора вот этой инициативы масса информации о чем подумать, масса советов, масса там и скептицизма, и в том числе и поддержки какой-то, ну, по крайней мере, ну, я надеюсь, они не смогут просто так взять и все это отбросить, и все-таки общественное мнение или экспертное мнение, я думаю, может как-то повлиять на финальную концепцию, где-то изменить их мнение, где-то сформировать необходимые требования, вот, и вот это, вот это очень позитивный момент, вот, потому что если сейчас даже эту организацию взять и поступить вот так, как хотели, не приняв во внимание всех тех мнений, которые были озвучены, вот, но это будет очередной провал там с их стороны, да, и не думаю, что получится, мне кажется, они просто обязаны прислушаться и сформировать требования в этой программе вот на основе мнений экспертов, вот, и вот это плюс, я не сильно тоже думаю, что оно все как-то заработает, но главное, что мы сначала отработаем механизм влияния на принятие решений или на формирование концепции, на формирование условий для выдачи там инвестиций, для выдачи грантов и так далее, научимся влиять на это для начала, научимся влиять, следующим шагом уже будут какие-то более-менее адекватные инструменты, которые уже будут направлены и действительно помогать там стартап экосистеме, то есть в целом это все как бы хорошо замечательно, но конечно отношение очень пока скептическое, вот, но это тоже нормально, пусть зарабатывают доверие, столько, там тоже были такие попытки давить на то, что ну мы понимаем, что сейчас такое время и сейчас абсолютно нет доверия там к власти, нет доверия к государственным институциям, к чиновникам, вот, но вот мы такие молодцы, что даже в таких условиях пытаемся что-то делать, вот, и мы должны из-за этого их пожалеть, ну нет, то есть нужно отдуваться за всех предшественников, пожалеть звучало особенно жалко, нужно спокойно, то есть молодцы, конечно, и дети, но это абсолютно не повод сейчас все забыть и и с флагом там пытаться что-то делать, нет, если много портачили, косячили, то нужно за это, конечно, немножечко ответить и дальше двигаться вперед, вот, поэтому общий фон такой, что ну окей, что двинулись в этом направлении, но пока все плохо с идеями, надо все делать не так. Понятно, а вообще ну как альтернативы какие-то по направлению инвестирования существуют для украинских стартапов или нет, может гранты какие-то, может программы от каких-то европейских фондов, я вот где-то видела Хоризон 2020 зашел, получил, уже даже кто-то получил от них инвестирование. Да, действительно, это инструмент, которым ну на самом деле долгое время никто не пользовался, ну или пользовались, но единицы, действительно, есть гранты Евросоюза и начиная там с какого 2015 по-моему года, когда подписали вот эту всеобъемлющую там зону торговли, в общем, стали ассоциированным членом ЕС, то есть все грантовые программы распространяются не только на членов Европейского Союза, но и на ассоциированных членов, то есть мы имеем точно такой же доступ к европейским грантам, как и страны Евросоюза, вот, и это как бы очень хорошо, и последнее там вот из украинских компаний, проектов, стартапов, которые получили этого же Horizon, там по 50 тысяч долларов, это Solar Gaps стартап известный, жалюзи на окна, которые вырабатывают энергию, жалюзи с солнечными батареями, да, потом Passive Dom, там дом на 3D принтере, плюс тоже там экологические, экологические всякие технические элементы в нем, потом 3D принтинг, не помню название, 3D принтинг по металлу, вот, и еще какой-то тоже 3D принтинг, вот, это последние заявки, 4 украинских стартапов получили 50 тысяч евро, вот, просто так, имеется ввиду, это грант, это невозвратное средство, да, это очень классная штука, я думаю, что, ну, туда уже смотрят, недавно в Киеве был ивент как раз посвященный, там эксперты собирались и рассказывали о грантах, о том, как туда податься, какие есть гранты, ну, помимо Европейского Союза есть множество американских грантов, которые в том числе, даже большинство, по-моему, из них не требует какого-то американского гражданства, да, или физически присутствует там в Штатах, сложнее разобраться, информация меньше, но их тоже достаточно много, вот, и тут, да, тут нужно немножечко покопаться, нужно погуглить, но информация есть, есть гранты, очень жаль, что вот в Днепре гранты, по сути, да, конкурс инженерных стартапов, вернадский челлендж, да, вот, пока приостановлен, приостановлен, очень жаль, вот последние, сколько, два или три было? Было три, три, вот, три разного, миллион, два миллиона, и опять два миллиона раздавали, это, и это очень, ну, вот, я поэтому с удовольствием сюда приезжал в Днепр, и на, как в качестве там эксперта по этому конкурсу, потому что у нас вот именно украинских таких грантовых программ очень не хватает, и для стартапов, особенно там для хардверных, это очень важная штука, вот, поэтому, ну, жаль, что особо нет украинских, хотя EBRR, опять же, достаточно активный, ну, да, они работают, вот, даже еще до того, как Зинчинки запустили GreenCubator, это зеленые ваучеры, грантовая программа, тоже программа грантов, совместно там, или под эгидой EBRR, я уж не знаю, вот, уже было три набора, и в общей сложности, в каждом из трех, по-моему, по три или по четыре команды получили деньги, там нету, насколько я знаю, фиксированной суммы, там проект подается, в зависимости от его, да, в зависимости от того, сколько им нужно, ну, там тоже там 10, 20, 30 тысяч евро, то есть серьезные суммы, которые как раз хватает на разработку, на создание, рабочего прототипа, там на запуск производства, вот, они реально, эти деньги раздаются, вот, ну, Европа заинтересована, чтобы у нас стало чище. Плюс, я, это, причем, без участия в каких-либо консорциумах, ну, есть такие грантовые программы, для которых нужно участвовать в консорциумах с европейскими компаниями, например, вот, их тоже много, и они интересны, и тоже, как бы, наши предприниматели вполне могут участвовать в таких, как правило, это большие крупные гранты, вот, но вполне, может, могут украинские команды поддаваться на такие большие европейские гранты, найти европейскую компанию, там есть гранты, там от трех до пяти компаний должны входить в консорциум, тоже в этом нет ничего страшного или очень сложного, найти европейских партнеров, потому что эти европейские партнеры прекрасно знают эти гранты и с удовольствием в них участвуют, то есть находится большая программа по освоению космоса, по освоению целины, по освоению чего угодно, там есть направление, вот, находятся, опять же, компании Европейского Союза, которые занимаются примерно в этой отрасли, вы понимаете, какие компетенции вы можете закрыть, создается, путем там переписка, скайп, переговоры, имейлы и так далее, создается консорциум, консолидированы, подаются документы, то есть многие компании, в том числе и в Украине, так делают, тоже КБ Южная, достаточно часто в таких грантовых программах участвуют и поддается, вот, и тоже плохо, да что говорить, те же там, Эрнстон Янг и Делойт, такие компании, они зарабатывают, в том числе на том, что готовят, помогают готовить заявки, то есть достаточно много компаний этим занимается, вот, ну, ну, к правилу, бизнес и компании, они это знают, стартаперы, предприниматели часто не смотрят в этом направлении, потому что все с самого начала их настраивают на инвестиции, инвестиции, инвестиции. Иди ищи заграничного инвестора. Ну да, ну потому что первому английскому инвестору, ему что, ну какой грант? То есть, вся, собственно, экосистема, стартап-экосистема построена, она как раз в первую очередь на привлечении инвестиций, вот, потому что так можно сделать выход, да, получив грант, экзит не сделаешь. Это где-то поможет, очень хорошо поможет, но в целом противоречит в целом логике инвест-стратегии, там, стартап. Вот, ну ладно, не буду распространяться в этом направлении, потому что, опять же, я не инвестор, может, это ересь какая-то. Я высказываю свое личное мнение человека со стороны. тем не менее. Поэтому, да, гранты, это очень круто, ничего там нет страшного, многие получают их и тратят эти деньги на развитие бизнеса. Вот, этим инструментом надо обязательно пользоваться. Окей, запомнили, записали, молодцы, а кто-нибудь подскажет мне, сколько времени, пожалуйста, мы так увлеклись, мне приятно общаться. Ой, мы немножко перебдели. Я тогда задаю последний вопрос, и мы идем на небольшой перерыв. Хорошо? Ну, мы много чего поговорили, и понятно, что вы работаете одновременно внутри стартапа, руководите компанией, акселератором, даете консультации, менторите, участвуете в каких-то государственных обсуждениях, вам времени вообще на отдых, на семью хватает, вот я сейчас с Сашей буду в глаза пристально смотреть и проверять правду и говорить. Как вообще это все совместить с обычной жизнью человека? Ну, на самом деле, я думаю, что я не так уж много работаю и много времени провожу дома, да, я ухожу. Правда? Не, ну, это правильная позиция, то есть, правда же, где-то посередине. Нет, чего, я ухожу в, сколько, в полдевятого утра, приезжаю, часто в семь вечера, то есть, выходные практически, практически каждая я дома, то есть, на самом деле, есть люди, те же стартаперы, да, и те же предприниматели, которые живут в гораздо более там диком темпе, вот, поэтому я не считаю, что я очень много работаю, вот, все, да, можно сказать, тайм-менеджмент эффективная работа со временем, нет, ну, на самом деле, в первую очередь, все-таки тоже то, что я всегда говорю, неправильно работать на убой, да, работать там с шести утра до двенадцати ночи, я знаю, многие так делают, но я считаю, этого надо уходить, это неправильно, любой проект, любое начинание бизнеса, это всегда игра в долгую, это не получается, опять же, есть, наверное, там IT, стартапы и технологии, которые взлетают за 3-4 месяца, вот, я не знаю, я не работаю в этом отрасли, у нас все гораздо медленнее, в реальном производстве, в реальной разработке там физических продуктов, все происходит гораздо дольше, вот, это в любом случае, если завязываешься с проектом, то ты глянуться не успеешь, прошло три года, уже у кого-то там дети, родились, чуть ли не выросли, кто-то женился, кто-то развелся, проходит целая жизнь, вот, и когда начинаешь работать вот так вот, круглосуточно, и плюс еще, опять же, в том же Фейсбуке это преподносится, так, что нужно там работать круглосуточно, чтобы там чего-то добиться, ну, через год, два, три происходит, в любом случае, выгорание, потеря ресурсов, и самый ответственный момент, сил просто физически не хватает, ну, в первую очередь, даже морально, да, сил просто не хватает для того, чтобы довести проект до конца, поэтому всегда нужно все-таки вовремя останавливаться, слушать жену, и рано или поздно говорить так, ладно, да, ты прав, ты права, надо сделать паузу, надо сидеть в отпуск, надо, надо привести режим работы в порядок, потому что, особенно на старте бизнеса это нормально, когда там так повлекают, что, ну, действительно сутками, вот, но тут в этом и помогают, как бы родные, близкие, прийти к какой-то реальности, потому что все-таки спасибо, нужно находить work-life balance, находите свой work-life balance, сейчас мы благодарим за такую замечательную дискуссию Александра и идем на перерыв, спасибо, а дальше что? А дальше мы отвечаем на вопросы с зала, мои вопросы закончились, спасибо, спасибо, субтитры Алексею Дубровскому!